Игра по новым правилам. Мэр Самары предлагает ужесточить требования к управляющим компаниям. Эта зима показала, некоторые из частных контор недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В одном из крупнейших районов, промышленном, работает несколько управляющих организаций. При этом почти половина дворов еще не убрано, хотя с последнего снегопада прошло уже несколько недель. А вот с такими подходами, когда ни шатка, ни валк, месяц прошел, 63% убрано. Техники нет, как не было, так и нет. Но так не пойдет. Товарищи, я прошу вас, сегодня мы вас пригласили на этот селектор, очень внимательно отнестись к этой просьбе нашей и сделать выводы самые серьезные. Глава города неоднократно поручал частникам приобретать машины и малогабаритные снегоотбрасыватели, потому что дворникам с лопатами с такими объемами не справятся. Все рекомендации по приобретению техники доведены до управляющих компаний. 111 имеется в наличии и фактически 150 привлекается по договорам. Аргументируют финансовыми сложностями. И это не аргумент, уверен Олег Фурсов. Частники регулярно собирают с населения платежи за коммуналку. Но вкладывать деньги в уборку города не хотят. А значит нужно применять более жесткие рычаги воздействия, штрафы или даже лишение лицензии. Давайте нарабатывать эту негативную практику. Ну сколько уже можно с этим управляющими компаниями разговаривать? Два года. Два года назад я еще мог поверить, что действительно денег не хватает. Вот мы создали муниципальное предприятие, мы все видим прекрасно, как они работают. И деньги зарабатывают, и зарплату вовремя платят. И не только успевают дворы убирать, фасады ремонтировать. В мэрии будет создана рабочая группа по разработке новых критериев лицензирования управляющих компаний. А в тех районах, где частники так и не возьмутся за ум, будут создавать муниципальные конторы по обслуживанию населения. Городские и районные власти имеют на такие предприятия прямые рычаги влияния. Да и практика показала, такие организации справляются лучше. Разработанные изменения в лицензировании будут согласовываться с областным правительством. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, События.